Представьте себе окружность, на которой отмечены N-точки. Известно, что когда вы проводите хорды, ни через какую точку три хорды не пройдут. То есть вы вот так каждую точку соединяете с каждой. И точки так вот расположены, чтобы ни в каком месте три хорды не пересекаются. Точки общего положения. Точки общего положения называются, да. Задача. Скажите, пожалуйста, сколько кусков на этой картинке. Внешнюю область не считайте, а все остальные отсчитайте. Насколько областей круг разрезать сторонами и диагоналями N-угольника общего положения. Формула Эйлера. Если бы нас интересовала и внешняя часть тоже, то было бы два. А если нас не интересует внешняя часть, то один. Вообще-то нас интересует число Г. Г. Чему оно равно? Чему равно количество вершин этого графа? М. Неверно. Конечно. Еще все пересечения. Сколько их? Как задается какая-нибудь точка? Вот ткни пальцы в какую-нибудь точку. Что надо задать, чтобы задать... Две пары. А? Две пары. А что такое две пары? Две пары. Два ребра. Четыре вершины. Да. Как только мы выбираем четыре вершины, то мы тем самым автоматически находим эту точку. Значит, V это что такое? Н плюс число сочетаний из Н по четыре. Пиши. Н плюс число сочетаний из Н по четыре. Отлично. Так, пожалуйста, справа быстро напиши формулу. Число сочетаний из Н по четыре. Мы это сейчас объяснять не будем, но в всякий случай. Можно доказать, что это Н умножить на Н минус один, на Н минус два, на Н минус три и разделить на 24. Хорошо. Значит, столько вершин. Теперь, сколько ребер и откуда вообще получать формулу для количества ребер? Каждое ребро? Да. Это надо выбрать формулу, то есть две вершины. Да. И еще... Так замучаешься считать. Как в графе обычно считают ребра. Есть такая замечательная формула. Удвоенное число ребер это сумма степеней всех вершин. Отлично. Значит, пиши формулу. Два Р равно... А вот теперь со степенями вершин надо разбираться. Но внутри степень равна четырем? Да. То есть это число сочетания из Н по четыре умножить на четыре плюс... Плюс Н на Н минус один. Когда у нас есть вершина... То есть здесь Н минус один и еще два. Да. Значит, у нас есть формула для Р. Так? Да. Вообще-то все. Осталось подставить? Ну, подставить, уже сами справиться. Все получилось. Все получилось.